Добрый день, дорогие друзья, Чайник здесь. И сегодня мы поговорим о кейкапах. И кейкапы эти не так-то, собственно, просто прям достать. Они продаются официально только на сайте MelGeek. И иногда участвуют во всяких, как это сказать, как это правильно сказать, кикстартерских компаниях, что ли. И они достаточно прикольные внешне. То есть есть набор, сейчас я вам покажу его. Вот остатки, так сказать. То есть можно как-то немножко поиграться, немножко покомбинировать их. Но в целом набор больше подходит под 60% борды или 65% борды, 68%, как в моем, собственно, случае. Что удивительно, на самом деле, потому что тут еще и двухэтажный капслок есть. Ну, не двухэтажный, пенчатый, простите, капслок есть. И это как бы прикольно. Причем двух видов. То есть тот, который смещенный, и тот, который не смещенный. Прикольно, прикольно. Но с другой стороны, охуя. Ну, окей. Просто я к тому, что клавы со ступенчатым капсом встречаются гораздо реже, чем обычно, ну, блин, чем обычные капсы, так сказать, в всех других наборах. Ну, кроме тех, которые огромные. Итак, клавиатура в данный момент у вас на экранах. Это IK68 Aurora, поликарбонатовый кейс. В общем, у меня была сборка на канале, можете посмотреть. Вот. И кейкапы, они прикольные. Это ПБТ-пластик. Это ПБТ-пластик. То есть он не сотрется, не затрется. Символы будут такие же. Но это не даблшот, а инжекшн молдинг. То есть, как бы, еще один цвет пластика вытравливается в основной, как бы, в основной массе кейкапа. То есть вот этот вот символ, он не нарисованный. Он не состоит напрямую из какого-то другого типа пластика. Он просто вытравлен в этом пластике. То есть оно не сотрется. Но это как бы по факту, ну, прям, если очень притянуть за уши, то как бы нарисовано-выжжено. Вот так, наверное, можно выразиться. ПБТ, как вы знаете, довольно-таки шершавый. Что лично мне в последнее время довольно-таки не нравится. Потому что, ну, как-то мои пальчики привыкли к, так сказать, гладеньким клавиатурам, которые очень приятные на ощупь, которые очень приятно вот так вот проводить по ним пальцам. И я, ну, как-то отвык от ПБТ, что ли. Плюс ко всему, ПБТ, в принципе, как это сказать, ощущается как-то, ну, для меня лично, дешево, что ли. Когда ты попробовал ДомиКей, МаксКей, GMK, у тебя как-то, ну, я не знаю, вот ассоциация такая сразу в голове. То есть ты трогаешь ПБТ кейкапы, пускай они не из самых дешевых, но все равно у тебя такой, блин, ПБТ. Ты чувствуешь такой шершавый. Ну, вот шершавый. Это вот, это лично мой бзик, не факт, что у вас будет. Это мое такое личное имхо, моя личная боль. Но я вам рассказываю как бы впечатления об этих кейкапах, а не только какие-то объективные вещи, да. Из плюсов могу сказать, что никаких облоев, никаких заусенцев, ничего такого нет. То есть они сделаны достаточно ровненько. У них нет никаких проблем с отливкой. То есть достаточно добротные кейкапы, которые можно брать. Из того, что я еще как бы заметил, да, мне не нравится, что тут достаточно... Ну, так встречается в некоторых, так сказать, в ряде клавиатур, в ряде кейкапов, то, что символы на клавишах-модификаторах немножко выбиваются из общей стилистики. То есть они как-то, по моему ощущению личному, шрифт на них будто немножко другой, чем на основных клавишах. Ну, естественно, еще плюс ко всему он меньше. И с учетом того, что есть еще модификаторы других цветов, если что, серых модификаторов нет таких. То есть только такие варианты. То есть вы можете какие-то цветные попытаться поставить, и все. Других вариантов у вас нет. Собственно, на них шрифт кажется еще более другим за счет вот этого выделения, за счет контраста с цветом. И происходит некий лично для меня, как сказать, в общем, диссонанс. То есть я смотрю на клавиатуры, и у меня сразу разбегаются глаза, у меня ощущение, что все символы какие-то разные. И я смотрю на альфу, и понимаю, что, блин, а вдруг они как-то криво напечатаны. В общем, это такая моя личная придирка. То есть не факт, что у вас подобные ощущения тоже будут, но вот что факт, это то, что у ПБТ немного иной звук, чем у АБС. Звук у АБС, по моему ощущению, по крайней мере, он чуть более приглушенный и чуть более глубокий при этом. И вот, блин, сколько я не перепробовал ПБТ, сколько я не перепробовал АБС, результат один. Я лично выбираю АБС. И да, они затираются, да, на них со временем появляются эти жирные пятна и все такое, но я просто стараюсь брать светлые кейкапы, и, в принципе, этого ничего не видно. Или какие-то цветные. То есть для меня вот эта вот эстетика внешнего вида, она как-то уходит на второй план при, как бы, как объяснить, при учете звуковых ощущений и тактильных ощущений того, как я печатаю. Я постоянно, как бы, печатаю за клавиатурой, и у меня желание стойко слышать прекрасный звук, ну, простите меня, да, и чувствовать прекрасный пластик пальцами, если можно так выразиться, ну, то есть гладенько, чтобы было, чтобы было приятно нажимать, чтобы они, как бы, скользили. Ну, в общем, очень приятно. Также хочу сказать, что, скорее всего, это из-за профиля частично создается такое впечатление, что звук другой, он звук какой-то пустой. Может быть, то есть тут, может быть, сыграла комбинация факторов. Это профиль, это сам пластик, да, это, опять же, может быть, частично от клавиатуры зависит. Ну, скорее всего, да, от клавиатуры зависит. В общем, как-то так. То есть мне эти кейкапы overall не зашли. Еще один минус, который тоже, опять же, всплыл лично у меня. Вот этот блок из четырех клавиш, я не смог его никак составить, потому что эта клавиатура рассчитана на 65% борт, который с вертикальным расположением этих четырех клавиш, то есть чтобы они располагались вот так. И таким образом я не могу использовать этот кейкап сет в полной мере по нескольким причинам. Наверное, 80% из этих причин это все-таки мое личное имхо. Так что, если хотите заказать эти кейкапы, то на сайте есть инструкция, как сделать свой адрес на английском языке, как заказывать из-за рубежа. Вы можете воспользоваться этим гайдом и на сайте mailgeek заказать эти кейкапы. А, да, и еще очень пустой звук на больших клавишах. А с вами был Чайник. Простите, пожалуйста, за то, что я сегодня такой немножко взбаламушенный и запинающийся. Это потому что роликов не было давно. Я как-то волнуюсь. В общем, возвращение такое небольшое. В общем, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.